Ребят, всем привет! Представляем вам L-образные адаптеры для устройств TESPROV BLITZ. Адаптеры позволяют расположить зажимы по центру рамки устройства, тем самым заменив одиночный зажим. Это удобно для заточки каких-то коротких клинков прямо по центру устройства. А также, если адаптеры расположить по краям рамки устройства, то это позволяет увеличить ее длину на два с половиной сантиметра. Обращаю ваше внимание, что если использовать L-образные адаптеры на краях рамки устройства TESPROV BLITZ PRO, то максимальный угол заточки составит 20 градусов, так как рамка устройства при перевороте у нас будет задевать уже основание. В комплектацию входит два L-образных адаптера, два L-образных ключа на два с половиной и два миллиметра и также два комплекта винтов. Одни используются для устройств TESPROV BLITZ PRO, а другие для обычного устройства BLITZ. L-образные адаптеры изготовлены из авиационного алюминия и имеют специальную форму, позволяющую установить как ранние зажимы, так и зажимы от устройства BLITZ PRO. Как и все детали наших устройств, L-образные адаптеры изготовлены на высокоточных станках ЧПУ с программным управлением с минимальным допуском, что обеспечивает надежное соединение с рамкой устройства, а также зажимами. Рассмотрим сборку на примере устройства TESPROV BLITZ PRO. Для этого снимаем зажимы с рамки устройства и при помощи винтов М3 на 8 устанавливаем зажимы на L-образные адаптеры, используя шестигранный ключ на два с половиной миллиметра или отвертку TESPROV. Далее L-образные адаптеры с зажимами устанавливаем на рамку устройства. Если нам необходимо зажимать какие-то короткие клинки, мы устанавливаем их по центру рамки устройства и зажимаем нож в зажимах. Если же нам необходимо затачивать более длинные клинки и чтобы увеличить рамку устройства, можно расположить L-образные адаптеры по краям рамки устройства, тем самым отдалив зажимы максимально друг от друга. Для того чтобы установить L-образные адаптеры на рамку устройства, мы немножко поворачиваем рамку и при помощи винтов, которые у нас служат для крепления зажимов к рамке, мы закрепляем L-образный адаптер на рамке, аналогично с обратной стороны. L-образные адаптеры установлены. При использовании L-образных адаптеров у нас смещается виртуальный центр, благодаря чему происходит небольшое изменение углов заточки. Сейчас я вам продемонстрирую пример с вылетом пластины на 17 миллиметров от края губок. Минимальный угол заточки становится еще меньше, вместо 8 мы можем заточить уже на 7 градусов на сторону или общий в 14 градусов. Давайте я вам продемонстрирую при помощи камеры AxiCoupuan. Обнуляемся на пластине и на площадке у нас он показывает 7 и 18. Также при минимально выставленном углу заточки у нас камень не задевает корпус устройства. Это будет полезно тем, у кого нож имеет сложную геометрию и при заточке кончика у нас камень начинает задевать корпус. С использованием L-образных адаптеров этого можно будет избежать. Давайте выставим максимальные угол заточки. Обнуляемся на пластине, устанавливаем на держатель абразива и мы видим угол заточки в 34 градуса на сторону или 68 общий, что хватит абсолютно для всех ножей. Рассмотрим установку L-образных адаптеров на устройство Blitz. Для этого нам потребуются винты М 2.5х6, прикручиваем при помощи этих винтов зажимы к L-образным адаптером, используя ключ на 2 миллиметра. Далее фиксация L-образных адаптеров к рамке устройства будет производиться при помощи винтов М 3х8. Мы располагаем L-образные адаптеры с зажимами в необходимое нам положение, это либо по центру рамки устройства, тем самым мы обеспечим одиночный зажим, либо мы располагаем по краям рамки устройства и расширяем рамку устройства. Расширите возможности вашего устройства Blitz, приобретайте L-образные адаптеры на нашем сайте или у ближайшего к вам дилера. Все ссылки будут в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, а также вступайте в наш телеграм-чат, где публикуем всю актуальную информацию.